Друзья, всем привет! С вами Вячеслав Витек. В преддверии матча названия чемпиона мира между чемпионом миром Магнусом Карлсоном и претендентом Яном Непомнящим я решил провести некие параллели и посмотреть всех чемпионов мира и разбить их на стиле. Безусловно, подавляющее большинство чемпионов мира их можно отнести к универсалам, но тем не менее и крен, ибо преобладание того или иного стиля оно налицо. Кстати говоря, Непомнящий Карлсо, на мой взгляд, это ярчайший пример столкновения стилей. Да, но давайте обо всем поподробнее. Я буду брать 16 чемпионов мира, 16 классических чемпионов мира. Не берем в расчет там, да, версии ПША или ФИДЕ, когда они были разъединены. Берем 16 классических и разбиваем их, собственно, на две категории. Либо это шахматисты позиционного стиля и стратегии, либо тактики и комбинационного стиля. Итак, начинаем с первого чемпиона мира. Да, и в конце, безусловно, подведем итоги. Итак, первый чемпион мира Эвильгейм Стенец. Но здесь, мне кажется, без вариантов. Стенец прежде всего тяготел к стратегии позиционной игры. По сути, новатор. Один из первых, кто заложил основы позиционной игры. Да, и как бы, ни всяких сомнений, здесь мы отдаем предпочтение в сторону стратегии позиционной игры. Двигаемся дальше. Второй чемпион мира Эммануэл Ласкер. И вот здесь у меня дилемма, сомнения. Мне трудно отнести Эммануэла Ласкера к той или иной категории. Вот, поэтому пока буду считать нейтральным. Кстати говоря, если у вас какое-то есть мнение, пишите в комментариях. Но, на мой взгляд, Ласкера тяжело отнести к той или иной категории. Двигаемся дальше. Третий чемпион мира Хосе Рауль Капабланко. Здесь, мне кажется, тоже без вариантов. Капабланко славился прежде всего позиционным пониманием стратегии. Также, безусловно, эншпильной техникой. Да, и здесь преобладание того или иного стиля тоже, на мой взгляд, налицо в пользу стратегии позиционной игры. Четвертый чемпион мира Александр Алехин. Или Александр Алехин. Как вам удобней. Тоже ярко выраженный, но уже тактик и мастер комбинационной игры. На мой взгляд, здесь тоже двух мнений быть не может. Да, еще раз повторюсь, чтобы мне потом не писали. Безусловно, большинство чемпионов мира, они универсалы. Но, все-таки, крен, он есть. Предпочтения, они есть. Итак, Александр Алехин. Это, безусловно, тактика и комбинационное мастерство. Двигаемся дальше. Макс Эйви. Но здесь мне тоже тяжело судить. История похожая, как и с Эммануилом Ласкером. Трудно отнести Макса Эйви к той или иной категории. Будем считать пока нейтральным. Чемпион мира Михаил Ботвинник. Здесь тоже, на мой взгляд, все очевидно. Ботвинник прежде всего тяготел к стратегии и к позиционной игре. Практически всю свою шахматную карьеру он отмечал тот факт, что поздно начал играть в шахматы. Да, и вот комбинационное мастерство и тактика зачастую давали о себе знать. Двигаемся дальше. Чемпион мира Василий Смыслов. Здесь, на мой взгляд, тоже предпочтение в сторону стратегии и позиционной игры. Гармония. Хотя многие, наверное, могут со мной поспорить. Но все-таки с Василием Смысловым, на мой взгляд, все более или менее очевидно. Да, двигаемся дальше. И у нас чемпион мира Михаил Таль. Тоже здесь, на мой взгляд, двух мнений быть не может. Таль славился блестящими комбинациями. Отличным счетом вариантов. И, безусловно, мы его относим к тем, кто больше тяготел к комбинационной игре и тактике. Хотя нельзя не отметить, что в более поздние годы своей карьеры Таль уже играл в более позиционные и стратегические шахматы. Да, двигаемся дальше. Следующий чемпион мира – это Тигран Петросян. Здесь тоже, безусловно, крен прежде всего в сторону стратегии и позиционной игры. Один из самых труднопробиваемых чемпионов мира за всю историю шахмат. Да, но когда надо, мог, конечно, и включать на полную все свои таланты в плане комбинационной игры. Но, тем не менее, преобладала стратегия и позиционная игра. Да, двигаемся дальше. Борис Спаский. Вот здесь, кстати говоря, вновь очередная дилемма. Трудно мне отнести Спаского в ту или иную категорию. На мой взгляд, ярко выраженный универсал. Хотя многие, наверное, тоже могут со мной поспорить. Я бы с небольшим предпочтением отнес Спаского к шахматистам, тяготеющим больше комбинационной игре. Но, повторюсь, здесь все неоднозначно. И давайте тоже будем считать, что, как и Ласкер Эйви, Спаский будет у нас нейтральным. Двигаемся дальше. Роберт Джеймс Фишер. Здесь, на мой взгляд, тоже довольно-таки все очевидно. Фишер больше тяготел к стратегии и позиционной игре. Вот. И также блестяще разыгрывал Эйншпиль. Да, здесь, особо не думая, отнесу Роберта Фишера к приверженцам стратегии и позиционной игры. Следующий чемпион мира Анатолий Евгеньевич Карпов. Здесь тоже без вариантов. Карпов прежде всего славился стратегией и позиционной игрой. Профилактическим мышлением, умением маневрировать и лавировать. Вот. Двигаемся дальше. Тринадцатый чемпион мира. Гарри Каспаров. Здесь тоже, на мой взгляд, все очевидно. Каспаров это прежде всего блестящее тактическое мастерство. Феноменальный счет вариантов. Да, и мы его относим к категории шахматистов, у которых преобладало комбинационное зрение и тактика. Да, двигаемся дальше. И это Владимир Крамник. Здесь не так все очевидно. Но все-таки давайте постараюсь быть объективным. В лучшие годы Владимира Крамника, да и большую часть своей шахматной карьеры, он все-таки тяготел больше к стратегии и к позиционной игре. Да, под занавес своей карьеры уже можно было наблюдать несколько иного Владимира Крамника, который мог лихо жертвовать фигурой качества налево и направо. Но все-таки большую часть шахматной карьеры и пик формы это матч с Каспаровым, на мой взгляд, Крамника надо отнести к шахматистам позиционного стиля, к стратегическим шахматистам. Да, после Владимира Крамника у нас Вишванатан Ананд. Здесь тоже мне тяжело отнести Ананда к тому или иному типу шахматиста. В молодые годы очень феноменально скоростной шахматист, блестящие считающие варианты. Скорее бы я его с небольшим перевесом отнес шахматистам комбинационного стиля, но здесь, как и в предыдущих примерах, я бы оставил, скажем так, нейтральный статус. Да, ну и вот после Вишванатана Ананд у нас идет чемпион мира Магнус Карлсон. И, на мой взгляд, здесь тоже довольно-таки все очевидно. Магнус прежде всего славится своим позиционным пониманием, стратегией, феноменальной эншпильной техникой. Хотя, повторюсь, безусловно, еще раз повторюсь, безусловно, большинство чемпионов мира все универсалы, но Карлсона я отнесу к шахматистам, прежде всего к шахматистам стратегическим и больше предпочитающим позиционным играм. Да, итак, давайте подводить итоги. У нас 9 чемпионов мира, я насчитал, у которых крен и, скажем так, преобладание позиционной игры и стратегии. Вот, да, 4 у нас, получается, нейтральных, да, Ласкер, Эйвис, Паский и Ананд. Да, 4 нейтральных и итоговый счет у нас, получается, 9-3, да, насколько я понимаю. 9-3 в пользу шахматистов, чемпионов мира, у которых больше преобладал стиль, стратегии и позиционной игры. Да, возможно, кто-то со мной не согласится. Вот, понятно, что четверых можно отнести, четверых нейтральных можно отнести, скажем, к шахматистам с комбинационным стилем игры. Ну, даже в этом случае счет будет 9-7. Ну, в принципе, на мой взгляд, довольно уверенная победа шахматистов с позиционным стилем и стратегией. Да, ну и пару слов буквально о предстоящем матче. Вот, еще раз повторюсь, это столкновение, мне кажется, стилей. Я не помнящий, это прежде всего ярко выраженный шахматист комбинационного стиля с блестящим счетом вариантов. А Магнус Калсен это ярко выраженный стратегический шахматист с блестящей интуицией и позиционной игрой. Очередное столкновение стилей. И я думаю, что в этот раз мы вновь узнаем, в любом случае узнаем, какой же стиль победил. Хотя, безусловно, надо отметить, что побеждают не стили, а побеждают прежде всего человек. Оставляйте свои комментарии, согласны вы с моим мнением или нет, высказывайте свое мнение. Вот, да, на этом я с вами прощаюсь, всем спасибо и до новых встреч.